В Деменском районе продолжается реализация межрегионального проекта поисковики школам. Появился он по инициативе командира отряда находка Александра Морзунова и был поддержан президентом страны Владимиром Путиным. Сейчас в новгородских лесах работают школьники из Кировской области. Они пытаются вернуть из небытия имена когда-то погибших здесь земляков. На уроки мужества побывала Мария Зверева. В непроходимом лесу наводками на то, что где-то поблизости находится место гибели бойцов, могут послужить подбитые каски, котелки и боеприпасы. Так и здесь, по Деменском, юные поисковики нашли боевой снаряд, который предпочли обойти стороной. Ведь, как правило, к нему лучше не приближаться. Ведь взорваться может в любой момент. Это знает даже самый юный поисковик. В этих отрядах многие как раз впервые вышли на поиски бойцов. Это школьники, которые вместо последних дней отдыха летних каникул приехали на вахту в надежде найти своих земляков. Это правнуки тех, кто в 1942 году в этих лесах и болотах замерзал. Солдат, призванных из Кировской области, первой маневренной десантной бригады, которые навсегда остались в Деменском лесу. Поисковики разбили лагерь рядом с когда-то существовавшей здесь линией фронта, на которой в мае 1942 года сражалась 235-я стрелковая дивизия. Тогда за два дня она потеряла практически два полка. Поэтому, пробираясь до места, где волонтеры поднимали еще двух бойцов, пришлось обогнуть не один раскоп. За неделю поисков они уже нашли несколько солдат. У некоторых были медальоны, которые как раз и стали доказательством причастности бойцов именно к этой дивизии. Конечно, прочитать имя и найти все останки удается не всегда, но для этого делается все возможное. Поэтому на поднятие одного солдата иногда уходит несколько часов. Сейчас их задача очень тщательно очистить, буквально вот видите, они работают кисточками, каждую косточку, чтобы ничего не потерять. Особенно не потерять, не оставить в раскопе медальон или какую-то именную вещь, по которой можно опознать фамилию бойца, вернее этих двух бойцов. Все, что найдут рядом с бойцом, например, котелок или винтовку, собирается и после поднятия тщательно осматривается, так как, возможно, на них будут написаны инициалы или фамилия солдата. Каждая зацепка важна, особенно для этих ребят. Это трубка противогаза. Противогаз цеплялся в фильтр, а эта трубка к фильтру цеплялась. Противогаз был вместе с бойцом, он шел в комплекте, снаряжение было у бойца. А осталась только трубка? И сам противогаз, и фильтр. В лагере они не только выходят на поиски павших, но еще и по вечерам слушают историю сражений, которые шли в этих местах. Живут полевой жизнью, варят обед на костре, отдыхают в палатках, а утром вновь выходят на поиски. И, возможно, многие из этих школьников присоединятся к поисковым отрядам, и такая вахта войдет для них в привычку. Из Демянского района Мария Зверева, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.